МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем любителям отрыва на гребне молодежной волны. Сегодня в нашем выпуске, как и в прочем других, мы познакомим вас с интересными людьми и направлениями жизни солигорской молодежи. Не переключаемся! Как сказал один популярный современный писатель, творчество – штука спонтанная. Картины, скульптуры, фотографии, танец, музыка часто появляются из ниоткуда, под наплывом каких-то чувств, эмоций. Любой, казалось бы, даже самый незначительный эпизод жизни может стать основой нового шедевра. У нашего следующего героя рубрики «Креатив» так и получилось. Поездка в родной город неожиданно превратилась в сюжет нового клипа, посвященного... А, впрочем, смотрите рубрику «Креатив», и вы все узнаете. Меня зовут Паник, это мой ник. Вообще, Бабченко Михаил, если, может, кто помнит, я родом из города Солигорска, сейчас живу в Минске, здесь остались родители, поэтому вот клип посвящен маме, потому что я очень редко здесь бываю, а воспоминаний много. А команда «Фэкшн» – это команда, которая пытается развивать шоу-бизнес в городе Минске и вообще по Белоруссии. Ну, то есть мы собрались вообще танцоры, лучшие танцоры из стрит-дэнс-направлений фактически всех и пытаемся развивать такие еще направления. Цирковое искусство, ходули, всего-всего-всего. Фри-культура, то есть очень много. Мы вообще... Команда «Фэкшн» – там 11 человек, два звукорежиссера профессиональных. Я и еще один парень – Абухов Михаил, он тоже родом из Солигорска. У нас выходит альбом скоро, то есть мы уже давно занимаемся творчеством музыкальным. И решили заниматься клипами, потому что как-то так. Вот это первая наша работа, поэтому не судите строго, будет еще много клипов. А как зародилась идея создать клип? У моей мамы был день рождения. Я ехал в Солигорск, мы сделали трек, ну и решили снять сюжетный клип про то, как я еду в Солигорск. В конце концов, прихожу к маме домой в гости. Говорю, привет, мама, с днем рождения. У нас скоро откроется сайт в интернете, www.faction.by. Можете зайти туда, ну правда, я не знаю, недельки через две, наверное, будет готов уже полностью. Оставляйте свои сообщения, пишите нам. Можете ВКонтакте. То же самое, Faction, группа ВКонтакте, Минск. Находится у нас там, пишите, всем отвечаем, со всеми общаемся. То есть, если есть таланты, есть желания, возможности находятся? Конечно. Ну, я же сам просто начал этим заниматься, потому что мне было интересно. Я вообще сам начинал свой творческий путь, было очень много ребят осталось здесь. Виталий Денгелевский, Сенсей Серега, Артем Злобич. Хочу передать им привет. Привет, друзья! За горизонт к тому, кто ждет за годом, год, за часом, час. Я скоро вернусь назад. За горизонт к тому, кто ждет за годом, год, за часом, час. Я скоро вернусь назад. Столько времени прошло, и тот задорный мальчишка стал уже взрослым слишком. И малиновый пиджак давно лежит на полке, собирает пыль. Нет родительских собраний, боже, сколько я всего забыл. Мама, ты помнишь, ведь у нас была другая собака, и как я плакал, а ты сказала, ничего, собаки попадают в рай тоже. Теперь что же? Теперь уже не так, все по-другому похоже. Время поменяло, немало, не наломал я дров, знаю сам. Да что там? Ты ведь сама все понимаешь. Знаешь, мама, я пошел бы по другой дороге, но в итоге не могу. И это вы меня учили, надо быть упёртым, помнишь? И вот сейчас как раз тот самый повод для того, чтобы сказать тебе спасибо. Либо я люблю тебя, моя любимая мама. Надеюсь, ты знаешь. За горизонт, к тому, кто ждёт, за годом, год, за часом, час, я скоро вернусь назад. За горизонт, к тому, кто ждёт, за годом, год, за часом, час, я скоро вернусь назад. За горизонт, к тому, кто ждёт, за годом, год, за часом, час, Знай, мам, я скоро вернусь назад За горизонт к тому, кто ждет За годом, год, за часом, час Знай, мам, я скоро вернусь назад Помню с братом мы делили наш диван пополам А теперь уже по разным городам Где-то там, своя жизнь, свои проблемы Но все же он и я, мы вместе становимся старше Или может мудрее, тебе виднее Знаешь, мам, я порой скучаю по далеким временам По бокам олова скрипучему полу По мороженому в сладкоежке, да, давно, конечно Теперь я дома бываю раз в год Вот так вот и идет все своим чередом И у меня теперь есть свой дом и какие-то дела Алло, мам, сейчас я занят, перезвоню пока Теперь не знаю, я уже как поживает тетя Снежана И что там в планах, не знаю Но знаю только, что ты помнишь обо мне все И все же скучаешь, я люблю тебя, мама Надеюсь, ты знаешь За горизонт к тому, кто ждет За годом, год, за часом, час Я скоро вернусь назад За горизонт к тому, кто ждет За годом, год, за часом, час Я скоро вернусь назад За горизонт к тому, кто ждет За годом, год, за часом, час Мам, я скоро вернусь назад, за горизонт, к тому, кто ждет, за годом, год, за часом, часом. Мам, я скоро вернусь назад. Мам, привет, это я. История йоги уходит своими корнями в древние времена. Понятие йоги впервые упоминается в древнейшем памятнике индейской литературы – ригведе. Одновременная практика трех высших ступеней называется самьяма. В нее входит карма-йога, йога-деятельности, бхакти-йога, йога-преданности или йога-преданного служения, жнана-йога, йога-знания. В Европе впервые философии йоги начал изучать Шопенгауэр. Выполняя упражнения в ритме дыхания, как бы успокаивается нервная система, звоночник становится более гибким при выполнении асан, растягиваются, как бы удлиняются мышцы, человек сам становится более понтянутый, красивый. Если говорить вообще о йоге в целом, то это философия, а не, скажем так, вид фитнеса. Но на своих занятиях, вот в нашем тренажерном зале мы используем как фитнес-йогу больше растяжки, гибкость, координация. Кто может заниматься йогой? Любой человек? В принципе, любой человек, любой возраст. Возраст мы не ограничиваем. Единственное, если есть какие-то травмы суставов коленных или, например, позвоночника или где-то плечевых, ногтевых суставов, надо предупреждать, чтобы не было перенагрузки в погибах, например, или наоборот, в растяжении в обратную сторону. Вот так. А так практически все. Все без исключения. Все без исключения. Все больше популярность завоевывает йога-смеха. Йога-смеха включает техники стимулирования смеха, дыхательные и легкие физические упражнения, которые порождают естественный смех, усиливая эффект при групповом процессе, не требуют физической подготовки. Смеяться может каждый. Смех быстро снимает напряжение в теле, заряжает позитивными эмоциями, помогает нам развивать творческие качества, быть открытыми и счастливыми в общении друг с другом. Основателем этого движения является индийский врач доктор Маден Катария. Основные принципы йоги-смеха. Смех – источник радости. Радость – великая духовная сила. Начните дело с радостью, и сделать его будет проще. Отнеситесь к человеку с радостью, и отношения с ним принесут положительные эмоции. Порадуйтесь своим ошибкам, неудачам или проблемам, и они перестанут негативно сказываться на вашем настроении. Смех не только к ключ к долголетию, но и к здоровью и благополучию. Смех в древности применяли как духовную практику. С недавнего времени его используют для лечения и психологической работы. Приглашаем на занятия по оздоровительной акваэробике. Бассейн «Кристалл» здания средней школы номер 3. Каждый понедельник и четверг на 20 часов. Спешите получить заряд бодрости и хорошего настроения. Телефон МТС 8029-769-3907. Вулком 8044-738-3634. Приглашаем на занятия по фитнес-йоге в тренажерный зал физкультурно-спортивного комплекса. По адресу улица Константина Заслонова, 56. Вторник, четверг, 20 часов. Телефон для справок 253567. Ну вот и все на этом. Создатели программы «Молодежная волна» отправляются на поиски новых впечатлений. Продолжаем вызывать свои идеи и предложения на наш электронный адрес mvolna.ru До новых встреч в эпире Солигорского телевизионного канала. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!